МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нынешний год, согласно указу главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, проходит в нашем регионе под знаком благоустройства. В парке, скверы, дворы облагораживаются даже целые районы. А вдобавок к этому ударными темпами параллельно ведется реализация партийного проекта «Единой России» под названием «Формирование комфортной городской среды». Столь масштабной реконструкции жители Адыги Хаблина в своем веку уже и не припомнят. Гул большегрузных автомобилей и грохот отбойного молотка им сейчас только в радость. Ведь стараниями рабочих совсем скоро, аулчане получат долгожданное место для отдыха детей и взрослых. Мы, жители, конечно, естественно, все очень довольны этой программой. Аул преобразовывается, становится краше. Нашим детям есть где погулять, заняться спортом и так далее. Сейчас идет реконструкция в восточной части парка. Это без малого 3000 квадратных метров. На пешеходных дорожках заменят бордюры, позже все это заасфальтируют. Установят новые лавочки, урны и даже уличные фонари. Такого у нас не было давно, по крайней мере, я не помню, чтобы проходила такая масштабная реконструкция. Действительно, спасибо всем, кто лоббировал эту программу. Это «Единая Россия», мы знаем. И действительно, это долго, видимо, это жителям нужно. Тем более, когда благоустраиваются и общественные территории. Также в рамках программы «Комфортная городская среда» в Адгихабле идет благоустройство дворовых территорий. Строители уже заменили в этом дворе все бордюры. Следующий этап – асфальтирование. До старшего поколения здесь будет установлена беседка. А дети смогут весело проводить время на игровой площадке. Ночью двор будут освещать уличные фонари. Мы тоже запустили кое-что. Ну, сейчас мы думаем, что все будет у нас, все хорошо. Будете поддерживать чистоту? Конечно, будем поддерживать чистоту. Мы рассматривали, у нас очень много, 10 дворовых территорий. Именно это было готово для благоустройства тем, что здесь были заменены все коммуникации, инженерные сети. Потому что, чтобы не было в дальнейшем, после каких-то замен коммуникаций, после благоустройства. Уже к концу года строители планируют завершить все работы. А это значит, что общественная жизнь в Адгихабле существенно преобразится. О работе по благоустройству территории в Арджинькизском не слышали чуть ли не с советских времен. Нина Петракова даже глазам не поверила, когда увидела, что в поселковом парке начали установку электрических столбов. Теперь здесь можно будет гулять буквально в любое время суток. Ведь уже у нас на той стороне дома, да, в двух местах горят фонари. У нас в доме, включаем, в бараке и здесь. У нас двор очень светлый, прекрасный. Мы ночью теперь не боимся. Местные жители ждали этого благоустройства с понятным нетерпением. Ведь раньше в парке не было хорошего освещения. Да и лавочки тут были сплошь такие старые, что на них и присесть-то неловко было. Радостно, красиво. Для наших детей очень хорошо. Мы росли, у нас такого не было. Нашим детям такое досталось. Особенно пожилые люди, они вот пройти, где-то что-то на лавочке отдохнуть, поговорить. Мало ли чего. И вот даже вот мы шли оттуда, в магазин зашли, потихонечку сели здесь, отдохнули. Если говорить об освещении в парке, то питающие кабели подведены к фонарям под землей. На глубине более полуметра, никаких свисающих проводов, все красиво и безопасно. А в самих фонарях будут установлены электросберегающие лампочки, которые будут не только беречь бюджетные киловатты, но и свет давать более теплый, приятный для глаза. Начали мы с прошлой недели. Столбов нам было выделено 42 столба, 35 урн и 33 лавочки. Как видите, мы здесь уже установили столбы освещения. Теперь, на данный момент, мы устанавливаем столбы освещения в поселке Малокруганном. То есть и там, и тут будет освещение, будут лавочки, будут урны. Зинаида Хатюшина живет в доме номер один на улице Балахунова более 45 лет. И на ее памяти за все это время во дворе ни разу не было капитального ремонта. Поэтому в какой-то момент благоустройство и украшение территории легло на плечи жильцов. Цветы сами садим. Я люблю землю, мои окна, балкон мой. Я вижу, душа болит, вот это, выйду и работаю. Но сейчас их двор наконец-то ожидают большие перемены. Детская площадка, парковка для машин и полное асфальтирование всего двора. Все это дело самого ближайшего будущего. Кстати, клумбу с цветами, которые засадила Зинаида Федоровна, оставит и даже дополнительно облагородит. Ведь проект благоустройства двора учитывает и пожелания его жильцов. Всего в трех придворовых территориях заасфальтируют 4000 квадратных метров. Сейчас там идут земляные работы, затем начнут устанавливать бордюры. Сейчас погода, слава богу, позволяет работать. Никаких задержек, никаких проблем по строю материала нет у нас. Идет работа планомерно, в срок. Думаю, мы сдадим это объект. Луж наконец-таки не будет, а то вся вода в нашем дворе была. Теперь мы надеемся, что будет асфальтировано, что мы будем сухо ходить тут. А вот перед новым домом культуры в Кавказском работы по благоустройству парка находятся на финальной стадии. Из 900 квадратных метров плитки уложено уже 500. На данном месте объемы работы произведены на 75%. Остается только благоустройство, озеленение, установка фонарей. В рамках года благоустройства сельских и городских территорий, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым, подобные работы проходят сейчас в поселке Октябрьском, в селах Холоднородниковское, Счастливое и Николаевское. Благоустройство этого парка «Все население исправны» ждало с нетерпением. Ведь это единственное место в станице, где они могут вместе провести досуг. Кстати, местные жители не сидели сложа руки, наблюдая за ходом благоустройства. А сами активно включались в ход работ. Грязный парк был, неухоженный, а сейчас и клумбы, и цветы, и деревья, и плитку положили. И благоустройство замечательное. Так что работа нашей главы администрации на пятерку с плюсом. Работа по благоустройству парка заняла всего месяц. Благодаря тому, что работники местной администрации, помимо своих прямых должностных обязанностей, как на работу ходили заниматься его реконструкцией. В рамках национального проекта формирования комфортной городской среды мы провели в этом году благоустройство территории парка. В прошлом году у нас была заложена в честь 25-летия образования Карачао-Черкесской республики аллея трудовой славы. Каждая организация высадила в честь своего трудового коллектива деревья. В этом году мы уложили там тротуарную плитку, провели освещение, установили новые лавочки и урны. Также мы благоустроили центральную аллею парка, установили новые лавочки, новые урны и установили новое освещение. За этот месяц в парке было уложено 600 квадратных метров тротуарной плитки. Проведено новое освещение, установлено 50 лавочек и обновлена детская игровая площадка. Если в первой половине этого года жители аула Сары-Тю с радостью отмечали долгожданное открытие отреставрированного дома культуры, то во втором полугодии у них новый повод для оптимизма. В сельском поселении начались работы по благоустройству территории. Ануар Айбазов живет тут более 60 лет, из которых 15 работал водителем скорой помощи. Знают в ауле каждый уголок и по достоинству оценивают проводимые в нем работы. Сары-Тюс, можно сказать, знаю хорошо. Меня, к примеру, очень радует благоустройство аула Сары-Тюс. В последнее время делается для этого очень много. Аул Сары-Тюс известен в народе как кадровый. Подготовка будущих специалистов начинается здесь со школьной скамьи. Неслучайно в список для благоустройства первым делом включили территорию местной школы. Благодаря этой программе улучшится полностью красота нашего аула, во-первых. Во-вторых, когда дети будут ходить в школу, это очень большой плюс для детей. Будет красивая дорога. Когда будет дождь, лякать, они будут обираться уже чистыми, приятными. Наш аул потихоньку расцветает. И, надеюсь, это не последняя программа. Кстати, благоустройство в Сары-Тюси проходит в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды. По благоустройству происходит устанавливаем тротуар. Надеемся уже через несколько дней закончить. Потом будем устанавливать освещение по этому тротуару. И в амбулатории, в администрации. На детской площадке. Тренажеры будем устанавливать для сельчан. Ну, планируем закончить где-то к середине месяца октября. Все работы в Сары-Тюси планируется завершить уже в середине октября. Не в последнюю очередь, потому что многие жители аула изъявили желание поучаствовать в благоустройстве родного села в качестве добровольцев. Зара Бетуганова молодая мама двух детей. В школу они еще не ходят. И Зара часто приводит их сюда, на дворовую площадку. Говорит, что большой проблемой для нее был недостаток места. Когда окрестные ребята сбегаются вместе на игровую площадку, то многим приходится располагаться прямо на траве. Но теперь эта проблема будет разрешена. И свой досуг можно будет проводить с комфортом, устроившись на новеньких лавочках. Тут, особенно летом, выходы и дни, очень много детей. У нас тут также рядом с администрацией здания, где проходят различные кружки по тэквондо, по боксу. Все дети приходят здесь, они все играют. Бабушки с внучками, с внуками тоже приходят, они здесь тоже играют. И всегда не хватало места, куда бы сесть людям, родителям. Теперь у нас появились лавочки, очень красивые, аккуратные, где все поместятся. И всем деткам, всем взрослым, всем все хватит. За две недели ремонта здесь установлено 15 камей, 10 фонарей, 12 мусорных урн и уложено более 200 квадратных метров тротуарной плитки. Приятной новостью для жителей Аула стало то, что в ближайшее время на площадке будут установлены уличные тренажеры. На этом работы по благоустройству этой территории не будут завершены. Где-то мы рассчитываем до конца этого месяца, то есть до 1 ноября закончить все работы по благоустройству и данной территории. Все мы это закончим и в конце отчитаемся. И мы сначала уже и отчитываемся в Министерство средств и ЖКХ с фотоматериалами, отчеты делаем. И до 1 ноября мы полностью завершим работу. Дом культуры Аула Алибердуковский, особенно его задний двор, то место, где местные жители привыкли не только приятно проводить свой досуг, но и заниматься спортом. В этом здании сейчас занимается порядка 200 спортсменов. Т-ребята из соседних аулов едут сюда на тренировки. Ну а в следующем году работы будут продолжены. В планах у администрации поселения уложить асфальтовое покрытие по всему периметру благоустроенной территории. 11 дворовых территорий и 20 многоквартирных домов будут благоустроены в Карачаевском городском округе в этом году. Работы по этому адресу начались всего месяц назад. За это время строители сняли во дворе старый земляной слой, уложили тротуарную плитку и даже здесь установили баскетбольную площадку. В общем, все для удобства и комфортно местных жителей. Я жила здесь очень долго. С 86-го года я живу в Джигуте. Но сколько себя помню, здесь как в зале дом, с тех пор никакого ремонта не было. Тем более во дворах. Вот мы рады, что здесь делают дворы, подходы к гаражам. И благодарим всех тех, кто участвует в этом благоустройстве. С 72-го года здесь живу. За все это время первый раз делается такой капитальный ремонт. Конечно, мы не можем ни с кем сравнить, как они быстро делают, но делают изумительно капитальный. Были заявления, были заявки. Из этих заявок мы проводили голосование в марте месяце. Потом заседала общественная комиссия. Соответственно, протоколом общественной комиссии были выбраны дома, которые наиболее требуют ремонта. То есть там детских площадок фактически уже не осталось. Все было разломано. Игровых площадок не было. Стоянок, подъездные дороги уже были разрушены там. По плану благоустройства во всех дворах предусмотрено устройство уличного освещения, скамейк для отдыха, детских и спортивных площадок. И, что немаловажно, обустройство парковок. Помимо прочего, обязательно будут выполнены и ландшафтные работы. По многим адресам уже завершен первый этап благоустройства. Пожалуй, с наибольшим нетерпением завершения благоустройства ждут местные жители. Ведь в их дворе не проводилось никакого ремонта с момента постройки дома. И вот, наконец, их просьбы услышаны, и у них появится новый удобный двор.